И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, как всегда, Алкобарт. И мы, конечно же, будем что-то пить. Поговорим мы, правда, сегодня не об этом, потому что есть тематика. Но я вам расскажу сначала, почему запись выходит довольно поздняя. Пункт первый. Потому что сегодня, скажем так, виновата во всем клаустрофобия жены. Она меня с утра разбудила тем, что у нас дверь не открывается, что же нам делать? А у нас подветренная сторона на входе, и нас немножечко сегодня снегом занесло. В следствии чего мы с женой сегодня в две лопаты, так сказать, все это разгребали. Я офигел, я устал, я сказал, все, ничего больше не хочу. О, как всегда, да? Но тут жена напомнила, у тебя же праздник сегодня. Я говорю, в смысле праздник? Говорит, тебя же с утра уже поздравлять начали. И таки, да, 31 января, день водки, господа, день рождения водки. И именно поэтому мы сегодня будем пить, конечно же, ну, конечно же, не это. Это я выпью, когда, наверное, захочу выпить самогона из бочки очередного. А мы сегодня выпьем водочки, водочки. Вот у меня тут Чайковский. Я так берег эти остатки, хоть вот под какую-то тематику, наверное, под что-нибудь. И он сегодня пригодился. Тем более, Чайковский как-то все-таки связан с музыкой, если вы не в курсе, да? И я был когда-то немножко связан. Но об этом чуть позже. Первую за тот самый день рождения водки. И тут, конечно же, давайте так, без фанатизма, ее мало, надо аккуратно беречь. Про Менделеева, который якобы водку изобрел. То, что 31 января, день водки, как-то связан с Менделеевым, это факт. Да, именно в этот день вышел его научный труд, или, как это говорят, защитил диссертацию, не важно, на тему соединения спирта с водою. Но к водке Менделеев, простите, никакого отношения не имел. Он даже не знал, что смесь спирта с водой, по факту, еще водкой не является. Это банальная сортировка. Поэтому давайте за вот эту вот, вроде бы, беспричинную связь, но, по крайней мере, за то, что такой праздник у нас уже есть. Хотя я бы лично его бы перенес. На 23 октября, на мой день рождения. Все-таки мой вклад в историю водки, наверное, несравненно больше Менделеевского. Поехали. Наверное, кто-нибудь сейчас скажет, да у меня жена сейчас скажет, которая за камерой сидит, что ты охренел и возгордился. И, соответственно, из этого, наверное, следует вывод, что кто-нибудь обязательно напишет очередная реклама. Ну, что сразу реклама, ребят? Любое видео на Ютубе у любого человека является рекламой. Если не рекламой чего-то в видео, если не рекламой какой-нибудь фигни, там каких-нибудь курсов, каких-нибудь игрушек или каких-нибудь сомнительных вложений денег, то это является рекламой самого себя. Поэтому сегодня у меня саморекламное видео. В конце концов, иногда имею право. И сейчас я наблюдаю, что мне что-то... Вот у меня самая лучшая в мире и самая любимая жена. Давай сюда. Давай сюда. Ну, правда, не хочет подходить к камере, но мне принесли закуску. Закуску. Так, что у нас здесь рассказываем? У нас здесь сыр с белой плесенью. Это ж твой любимый сыр, кстати. Ну, ты хоть голосом скажи, а то никто не поверит, что ты тут есть. Да, это мой любимый сыр. Да, пожалела мне вкусный сыр. Не пожалела мне вкусный сыр. Это у нас хлебушек с салом. Ну, это, опять же, наверное, любимый вариант жены. Я считаю, что это дефлопе. Дефлопе, да. Это у нас мандаринка, это у нас грибочки. И это что вообще? А, это тортик. Тортик, тортик. Я, если не забуду, может, эту историю расскажу. Ну, короче, это с тортика. Ну, про саморекламу, господа. Про саморекламу я, кстати, рассказал. Ну, и тут переходим, знаете, к какому вопросу? Очень часто, в среднем, один-два раза в день, ну, к разным видео в комментариях, я вижу, ну, Алка Барт. Да, ну, Алка, понятно, а Барт-то откуда вообще взялся? Где Барт, собственно? Когда будет? Частично эти вопросы убрались после первого января, когда вышла первоянварская песня, вот так. Но до того у меня была слегка бурная бардовская молодость. Я этого скрывать не буду. Ну, она закончилась. Все-таки молодость, наверное, когда-нибудь заканчивается. До скольки лет у нас молодежи считается сейчас? Ну, я не знаю. 30 или 35? Возрастает, возрастает. Ну, короче, 45 это уже вообще не молодежь. Я решил, что я уже стар для того, чтобы быть бардом. И от этого дела потихоньку отошел. Но могу вам сказать, недалее как сегодня, просмотрел вот это вот видео свое. Это был 18-й год, ребята. Это последняя, наверное, вот запись именно моего какого-то где-то выступления. Это Минск, это клуб граффити. И, наверное, ну, может, сейчас вставлю кусочек из этого. Вот. Пока как раз выпью где-нибудь в разрезе. Поехали. И был патруль с улыбкой милой. Штраф за осколки и забрать. А я разбил бутылку пива. Такая приключилась дырянь. Да, и не ругайте меня, пожалуйста, за качество видео и звука. Там было все достаточно проблемно. Это была моя чуть ли не первая камера. И ночь. И что? Ночь. Ночь, да. Достаточно темно в зале. Это был мой помощь. Микрофон этот китайский, накамерный, купленный за 20 долларов. Хрен знает где. Я считал, что это реально нормальная аппаратура. Ну, по крайней мере, оно хотя бы более-менее получалось. И, честно говоря, я бы, наверное, данный тип, скажем так, как это назвать? Данный тип мероприятий, деятельности, может быть, бы и продолжал. Но, опять же, я уже для этого старый. Во-вторых, абсолютно не те деньги, которые бы хотелось, честно скажу. В-третьих, это очень интересно, когда у тебя в зале ограниченное количество человек. Там 20-30. Это на Ютубе вот так можно говорить в камеру, не зная, сколько с той стороны в данный момент находится. Но, когда 20-30-50 человек в зале, это хорошо. Ты можешь с ними общаться. Это более-менее интерактивно. Когда людей много, это уже неинтересно. Это уже, опять же, чистая самореклама и чистое зарабатывание денег. Отторобанил, ушел, отторобанил, ушел. Ну, может быть, и не мой вариант. Хотя многие скажут, как раз твой видяшки чуть ли не каждый день. Но, опять же, видео и живое общение, это несколько разные вещи. Но, но, блин, 4 года назад последняя вот эта запись. Хотя после этого тоже были и корпоративы, и, опять же, в клубе. Но, почему-то, как-то все это не сохранилось. Я даже не знаю, почему. Видяшка уходит в какую-то болтовняшку, тебе не кажется? Такая, чисто, знаешь, это о себе. Легкая автобиография. За что и выпьем. Но, кстати, кстати, я вот сейчас вспоминаю, меня очень многие просят еще слепые тесты. Типа, тест должен быть слепым, так адекватнее, так еще лучше. В том самом, на том самом концерте. Ну, понятно, что ссылка на него будет, что вставочка уже была. Ну, все равно ссылка обязательно будет. Там же был и слепой тест. Из пяти белорусских водок. Причем слепой тест не мой личный. Типа, завяжите мне глаза и шепните в ухо, где какая стоит. Нет. А именно слепой тест с людьми из зала на тот момент. И мне кажется, что он прошел просто волшебно. Потому что первое место заняла водка, которую вообще никто, и, кстати, даже я, не ожидал увидеть на первом месте на тот момент. И это была... Ну, в принципе, не буду говорить, что это было. Если кому надо, тот посмотрит то самое видео и удивится сам. Так, ладно, кто первый? Задание глобально никакого. Просто вот пять разных белорусских водок от разных производителей. На разных спиртах. Ну, то есть, как минимум, три спирта здесь представлено. Типа, хоть это, там, первым смелым, я не знаю. Слава ли, что он сюда налил вообще. Вдруг они уже сами отсюда не уйдут. Так, сейчас. Все, уносим, уносим. Вот такие. Обычно. Германты записывали? Конспективы. Можно помедленнее, я записываю. Первое место кто-нибудь сам может мне сказать, хотя бы заводка. Варианты есть? Нет. Какие еще заводы? Кто? Брестки. Нет. Перебираем заводы дальше. Витерс. Что, Витерс? Придвини? Нет. Радимир. Бобель? Нет. Брестка. Нет. Хорошо так как, слушайте. Вот видяшки-болтовняшки, они прекрасны по-своему. Потому что, когда у тебя идет один какой-то продукт, ну, это, например, как сейчас Чайковский, но он уже был, поэтому про него что-то еще говорить смысла нет. Когда идет видяшка-болтовняшка, у тебя никогда заранее не сценария. Максимум у тебя есть тезисно. Ну, типа, вот это вспомнить, вот это, вот это, вот это. И у тебя нету перед глазами чего-то там вот стоящего, про что надо что-то сказать. У тебя идет какое-то полнейшее отвлечение от реальности. И судя по взгляду жены сейчас, из-за камеры у меня реально отвлечение от реальности. Ты согласна? Да. Да, сказала жена. И продолжим. Про слепой тест я сказал, по-моему, да? Угу. Раздача призов. Помнишь, у меня периодически в комментариях, типа, разыграй что-нибудь, еще что-то. Кстати, в том же видео была и раздача призов. Янка офигела тогда, да? Ладно, сейчас пока пью, сделаю вставочку. Иди сюда. Иди сюда, тебе не понравится. А что надо выпить? Нет. Основной плюс в этом это чисто фирменный оботок. Тихо, тихо, тихо. Там на всякий случай заклеено, чтобы запах не дался. Там написалка барда. Да. С шик-хэштейном. А что там? Тсс, тсс. Мадам ждала оргазму, короче. Что там? Ну, открой, понюхай. А можно, да? Можно. Можно даже налить второму и третьему. И старому. Можно. Боже. Это что-то, это что-то настоящее на чем-то. И грибочком. Вот сейчас грибочком. И вопрос к жене. А где ты взяла вот эти вот палочки вообще? Это секрет. Нет, просто я их у нас ни разу не видел. Потому что ты не туда смотришь. Потому что я не туда смотрю. Вечно я смотрю на какое-то дно бутылки. То на горлышко, то на дно. Куда-то не туда. Что у нас там? Слушайте, хорошо. Хорошо. Осталось-то буквально на один разочек. Прекрасное сегодня выходит видео. Абсолютно какое-то самолюбование и самореклама. Ненавязчивое такое. При этом день рождения водки, ребят. Мы за день рождения водки топили? Или мы чисто за Менделеева? Или за перенос? Давайте вот сейчас просто отвлечемся от всего за день рождения водки. Самого элитного алкогольного напитка из существующих. Что-то закапало откуда-то. Это Макалон плачет. Где-то там в уголке элитный самогон из бочки. Не, я его обязательно сниму. Обязательно сниму. Но пока не знаю когда. Потому что для этого нужно свое настроение. Для этого нужно желание травануться чем-то. И тогда, конечно же, он будет снят. Ну что, Чайковский, мы тебя докапали. Ура! Вот и свершился. Случился его звездный час. Он ждал, ждал и дождался. А я вам скажу, знаете что? Собственно, за вас, дорогие мои. За ваши лайки, за ваши комментарии. За сумбурность сегодняшнего видео. Потому что вот эта вот съемка день в день. После всего дня размахивания лопатой. За вот это вот все. За экспромты. Люблю экспромты. Люблю откровенно. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И, собственно, за сыр с плесенью, которым я сейчас-то все закушу. Наверное, уже за кадром. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok